ДОТА 2 Разработчики ДОТА 2 в очередной раз выпустили обновление, призванное сделать игру более сбалансированной. Изменениям подверглись некоторые предметы и часть персонажей. Так, например, была увеличена стоимость рецептов Hurricane Pike и Silver Age, уменьшено время перезарядки Ghost Scepter и Heaven's Helbert, увеличен шанс срабатывания Sengen Yasha, а в боковой лавке перестали продаваться Sleepers of Agility. В очередной раз было снижено уменьшение получаемого урона командой от ультимативной способности Kentaur War Runner, усиленной Аганимом. Базовый урон пака был увеличен на 3 единицы, что должно помочь ему стоять на центральной линии. В той или иной степени переработки подверглись около 20 героев. С полным списком изменений вы можете ознакомиться на сайте cybersport.ru Организация Минески назвала игроков, которые присоединятся к Чаю Мушу Йофуну в новом составе по Dota 2. Новичками коллектива стали Ли Куху Канг Янг и Нико Эйо Барселон. В команде остались Майкл Нинджабуги Росс и Райан Бимбо Джей Квай. Бимбо выступает за клуб Минески с 2014 года и продолжит играть на основной позиции в новом составе. Нинджабуги присоединился к команде летом прошлого года и до прихода Муши исполнял обязанности капитана. Куху – один из самых опытных игроков Малайзии. Он дебютировал на профессиональной сцене в 2011 году, 4 раза играл в основных этапах The International, выступал за команды Orange Sports, Titan, Team Malaysia и Fnatic. Игрок Эйо начал игровую карьеру в 2015 году, играл в TNC Pro Team, потом выступал за Fnatic под руководством Муши, а в январе 2017 года присоединился к миксу Happy Feet. В прежнем составе Минески также числились Гарвин Мерекл Кань Дзяньвэнь, Рельф Пьер Ричард Пеньяно и Джулиас Джулс Делион. Руководство клуба не сообщило, продолжат ли эти игроки выступать за организацию или будут искать себе новые команды. ESL изменила правила касательно игроков, забаненных Valve Anti-Cheat. Теперь участие в турнирах IEM, ESL One и ESL Pro League запрещено только для тех киберспортсменов, которые были забанены менее двух лет назад. Ранее такая система использовалась только в турнирах ESL и ESEA низших уровней, таких как ESEA Premier. Теперь новое правило, которое начнет действовать на IEM Sydney, можно найти в руководстве IEM Season 12 под заголовком 2.5 Publisher or A6 Bands. Единственными исключениями станут мейджор-турниры, которые проводятся при поддержке компании Valve. Благодаря изменениям к участию в турнирах по CSGO от ESL смогут вернуться Ховик, KQLY Товмасян и Гордон и Сеф Жири, которые получили в Акбаны в ноябре 2014 года, а также Джоэл Эмилио Мако, который был забанен прямо во время официального матча, а затем признался в читерстве в феврале 2015 года. KQLY прокомментировал ситуацию в интервью HLTV.org. Очень приятно видеть, что некоторые организации думают по-другому и пытаются дать людям вроде нас второй шанс. Однако я не думаю, что это что-то изменит. Даже если мне позволят играть на этих турнирах, будет очень сложно найти людей, которые захотят поверить тебе или организацию, желающую тебя принять. Шанс, что такое случится, составляет 0.1%. Но, конечно, если кто-то захочет дать мне второй шанс, я им воспользуюсь без размышлений. Реакция действующих проигроков на подобные изменения в правилах была преимущественно негативной. Многие отметили, что лучше бы второй шанс получили игроки за баненные не за читерство, а за подставные матчи, вспомнив при этом ребят из iBuyPower. Игрок состава Virtus.pro по CSGO Виктор Таз Войтас получил обещанный автомобиль марки Mercedes-Benz, лично совладельца организации Антона Снега Черепенникова. Об этом поляк сообщил в Инстаграме, где поделился фотографией нового авто. Вот что написал сам Таз. Мечты сбываются. Спасибо Антону, который всегда держит свое слово. Это было бы невозможно без моих парней. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу отплатить им тем же. Не Е-класс, но теперь я семьянин. Папочка Таз нуждается в некотором пространстве. Напомню, что 20 февраля Антон Снег Черепенников выложил в Твиттере сообщение, в котором пообещал, что подарит Тазу автомобиль Mercedes, если команда выиграет Dreamhack Masters Las Vegas 2017. Коллектив Virtus.project.way занял первое место на чемпионате, переиграв в финале SK Gaming. Комиссионер национальной хоккейной лиги Гэри Бэтмен заявил, что организация планирует проводить соревнования по хоккею в виртуальном пространстве. Площадка для турниров может стать симулятор от Electronic Arts. На Sport Business Summit, который проходил с 21 по 22 марта в США, Гэри Бэтмен рассказал, что в будущем у каждой команды по хоккею может появиться свой коллектив для виртуальных сражений. Ранее подробную систему реализовала Национальная баскетбольная ассоциация, которая сотрудничает с издательством Take-Two для проведения киберспортивной баскетбольной лиги NBA 2K. Игровым партнером NHL станет скорее Electronic Arts, чем Take-Two. По словам Бэтмена, несмотря на то, что у EA есть собственные киберспортивные лиги, а компания сосредоточена на более популярных FIFA и Madden NFL, обсуждение по поводу хоккейной лиги ведется уже в течение года. И на этом у меня все. Пока!